Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу, как легко и просто завялить томаты в домашних условиях. Если вы любите простые рецепты, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно мое новое видео. Делитесь моим роликом со своими друзьями, пускай нас станет больше. Пишите комментарии. Ну, а теперь давайте будем начинать. Для подсушивания лучше использовать более мясистые сорта. Отлично подходят пальчики различных видов. У меня здесь вот и банановые ноги, это матросик. Сорта более сочные, конечно, лучше не использовать, потому что и время подсушивания увеличивается. Ну, и в то же время все-таки получается не такой результат. Из таких сортов лучше готовить, например, лечо или аджику, либо же кетчуп. Ну, а для вялки лучше использовать мясистые сорта. Я томаты уже помыла. Теперь буду разрезать их вдоль напополам и буду вырезать плодоножку. И укладывать на противень. Противень я предварительно застелила силиконовым ковриком. И буду раскладывать срезом вверх. Ну, вот так в итоге у меня получилось. Я уложила плотно, потому что буквально после первой просушки уменьшится в объеме. Вот, сейчас сверху немного присолю. Из приправ буду добавлять прованские травы, гранулированный чеснок, немного острого молотого перца чили и черный молотый перец. Ну, естественно, приправы можете ориентироваться на свой вкус, добавлять ваши любимые. У меня есть режим высушивания. Там предустановленная температура 60 градусов. Буду сушить при ней. И если у вас духовой шкаф с функцией конвекции, то дверцу открывать нет необходимости. Если же у вас духовка не имеет такого режима, то необходимо приоставить щель между дверцей. Я обычно, вот раньше, когда у меня была такая духовка, вставляла туда деревянную лопатку. И можно сушить непрерывно до требуемого состояния, но я обычно сушу в несколько заходов. Нагреваю духовку до требуемой температуры. Устанавливаю таймер на 30 минут. Вот она у меня работает, затем отключается. Затем я открываю дверцу. И у меня так стоят томаты, либо то, что я сушу, и остывают. Когда полностью остынет, я процедуру повторяю. Таким образом и экономится электроэнергия, и также высушивается более равномерно. Теперь отправляю в духовку и буду сушить до такого не сильно сухого состояния, чтобы томаты оставались такими, как бы, немножко эластичными, так как я буду их в дальнейшем складывать в банки и заливать маслом. Если вы будете хранить их просто, то надо высушивать практически до сухого состояния, чтобы они не оставались влажными, иначе они не будут храниться и испортиться. Высушенные томаты, либо же другие там овощи, фрукты, что вы сушите, необходимо хранить в стеклянной плотно закупоренной таре. Все хорошо, отлично хранится. Главное условие, чтобы вы изначально хорошо просушили. Ну, а если вы будете заливать маслом, так как я, то можно сушить. Тоже ориентируйтесь на свой вкус, как вы любите, чтобы были более сухие, либо более такие, как бы, влажные. Надеюсь, понятно объяснила. Если что, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И несколько первых раз скапливается на дверце немножко, как бы, влага. Вот, я просто, вот как выключила, протерла дверцу и так вот приоткрытой оставляю до полного остывания. Так как у меня помидоры были различных размеров, естественно, они подсыхают неравномерно. Сейчас я вот отложу в баночку те, которые уже высохли. Ну, а те, которые еще не готовы, переверну обратной стороной кверху и продолжу подсушивать. Те, которые уже подсохли, я их просто сложу в банку, закрою и поставлю в холодильник. Заливать маслом буду уже, когда доложу всю баночку доверху. Я их проверяю на ощупь. Те, у которых еще такая влажная сердцевинка, то я оставляю подсушивать. Даже несмотря на то, что они маленькие. То есть, ну, вот не все готовы. Даже малыши. Ну, и теперь оставшиеся переворачиваю. Для того, чтобы они подсыхали более равномерно. И таким образом у нас еще ускорится процесс. Теперь опять отправляю в духовой шкаф и продолжу подсушивать. Ну, а эту баночку пока закрою и отправлю в холодильник. Для того, чтобы помидоры не пересушить, по мере того, как некоторые из них подсыпают, я продолжаю складывать в банку. Уже на низ налила немножко масла и затем, закрывая крышкой, храню в холодильнике и по мере готовности докладываю остальные. Если вы хотите хранить более длительно, либо же у вас большая партия, то я рекомендовала бы масло перед тем, как заливать, довести до кипения. И уже после этого хранить в холодильнике. Но у меня здесь получится не очень много. Мы достаточно быстро съедим, поэтому заливаю просто обыкновенным маслом. Я использую оливковое, которое первого холодного отжима. И проверяю помидоры как бы на ощупь. Вот если они такие уже сухенькие, но при этом упругие, я их кладу в банку. Если же они еще влажные на ощупь, тогда продолжаю подсушивать. У меня томаты уже засохли. Сейчас доложу в банку, долью до самого верха масло и буду хранить в холодильнике. Добавляю к тем, которые уже сюда складывала. И потом в дальнейшем, конечно, необходимо доставать чистой вилкой, то есть не ласить туда пальцами, грязной вилкой и тому подобным, для того, чтобы хранилось подольше. Ну иначе, конечно, заплесневает. Выход, конечно, получается не очень большой, но зато это очень вкусно. А если вам мое видео понравилось, то, конечно, не забудьте меня поддержать, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!